Проезд строго воспрещен. На площади город воинской славы скейтеры, роллеры и велосипедисты отныне вынуждены спешиваться. Колеса мобильных транспортных средств разрушают плиточное покрытие. Из-за этого регулярно площадь приходится подлатывать. Вот нижний край, по которому катаются, и верхний край, по которому никто не ездил. Здесь все ровно, хорошо, а здесь вот начинается. Раз, два, выщерблены и так далее. Площадь город воинской славы открылась в августе минувшего года. Пространство сразу же облюбовали любители скейтов и самокатов. Помимо ремонтного встал вопрос этики. Допустимо ли катать в местах, связанных с памятью об исторических событиях. Это все-таки памятники и монументы, которые установлены для того, чтобы хабаровчане помнили о том, что происходило на территории города Хабаровска. О тех событиях, в которых участвовали хабаровчане. И подобными действиями на самом деле эти памятники разрушаются. А почему вы не ходите, допустим, на площадь Ленина, на стадион имени Ленина кататься? Там же установлены специальные площадки для занятий подобным видом спорта. Там качество асфальта такое, что кроме как на велосипеде там проехать невозможно. Ну а площадки вы же видели там, да? Есть площадка, она единственная в городе. Представители администрации высказали готовность обсудить проблему за круглым столом, если велосипедисты и скейтеры разработают проект. Между тем, за последний год ни одного подобного предложения от любителей активного образа жизни не поступало. Я катаюсь на площади Ленина. Катаюсь, ну, везде практически. Часто на наберной бываю. А места, ну, даже не знаю, как. Мне хватает, по крайней мере. Наверное, не стоит кататься, потому что все-таки память. Я думаю, надо специальную площадку выделить для таких людей, чтобы там катались. Там даже специально для них сделаны всякие препятствия, всякие горочки, то есть, где они могут не просто так по лестницам прыгать, допустим, да, потому что здесь и дети гуляют, ну, мало ли что. Помимо запрета на средства передвижения, на территории сквера запрещен выгул собак. Для обеспечения порядка по периметру площади установлены видеокамеры. Кроме того, в ближайшее время начнут круглосуточное дежурство сотрудники полиции. Штрафов за нарушения пока не предусмотрено. Анастасия Незнанова, Дмитрий Попуша. Хабаровская студия телевидения.